Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Разворот». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копейнов. Гостов у нас предприниматель, бывший многолетний президент Латвийской Федерации Хоккея, а также владелец фармацевтической компании «Гриндекс» Киров Липман. Здравствуйте! Здравствуйте! Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 и 672 13 93 9. Звоните нам, также пишите в видеочате на портале Микс Ньюс ЛВ. Используйте наше приложение «Микс Пробел Медиа Пробел Радио» для смартфонов. Там есть кнопка автодозвона до нашей студии. Можно выбрать функцию «Позвонить по телефону» или «Позвонить по скайку». Используйте его тоже. Ну, давайте начнем, наверное, наш разговор с самого актуального. Это допинговый скандал, лишение ряда российских спортсменов медалей, ну и, в частности, в «Скелетоне». Третьякова российского спортсмена лишили золотой медали. Эта медаль перешла к Дукурсу. Вот как вы вообще оцениваете то, что происходит сейчас вокруг России, вокруг допингового скандала и вокруг отстранения и лишения медалей российских спортсменов? Ну, я глубоко убежден, что 70% – это чисто политический. И да, допинги принимаются, к сожалению, и не только в России, но и в остальных всех странах мира, многих странах мира. Но чтобы не зацикливаться на этом деле, во-первых, я думаю, что сегодня будет правильно принято решение, я думаю, что Россию допустят до Олимпиады, иначе быть не может. Но я хочу только, чтобы поставить точку над всем этим. Огромную роль играют врачи, команды. У каждой команды есть врачи, и не один, а два, и три, особенно сборные. И они определяют, отслеживают списки ВАДа, какие препараты являются допингом, которые запрещаются принимать, и они должны регулировать это, потому что ведь много препаратов являются допингами, очень много препаратов. Это и с ампулом, это и с таблетками, это и с капсулами. Поэтому врачи должны ограждать игроков своих, и особенно если международные соревнования, они должны у каждого проверять, каждого проверять игрока, потому что, знаете, как игрок говорит, я не принимаю, а сам там подпольно принимает, знаю о том, что его не проверяют. И можно весь по ошибке принять? И может даже по ошибке. Поэтому главное, конечно, я не думаю, что это осознанно, что это сделано там. Я думаю, что, как я уже сказал, это 70% пахнет политикой. Вот те, в общем-то, обвинения в адрес России, они основаны на показаниях господина Родченкова, Родченкова, который, в общем-то, выступил и сейчас является информатором ВАДА. Вот насколько, на ваш взгляд, это достоверный источник? Вы знаете, Родченков сам являлся ответственным за антидопинговое применение препаратов. Я думаю, что как ни ему, все понятно, что делается, как делается. Если он, конечно, незаконно хотел, чтобы его подопечные, его подопечные достигли результатов там мирового уровня, может, он и пихал им, но тогда он и виноват сам. Он сам и виноват. Поэтому удивительно, что он это... Конечно, он там многое знает, что творится, но удивительно, что именно он является тем, ну, как можно сказать, я бы сказал, что он предатель просто, ну, и все, не более того. Ну, вот его желание сделать спор чище, поднять эту проблему, заявить о ней, в общем, выявить эти случаи. То есть, вот не является таким искуплением, попыткой искупления собственных ошибок? Не видите в этом такой философский случай? Вы знаете, таким образом не поднимается. Я прекрасно знаю членов ВАДа, поскольку я 20 лет являлся президентом Федерации хоккея, очень часто встречался на самом высоком уровне. Бывал и в Вашингтоне, бывал и в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, где является база. И я с ними встречался, они тоже хотят, от всей души хотят, чтобы была чистота этого. И очень постоянно этот вопрос поднимается. И даже в Международной Федерации, когда мы собираемся на совещание, приезжают представители ВАДа и очень долго и обстоятельно объясняют, как, что надо делать. Поэтому я в категорической форме не согласен с тем, что ВАДа на самотек пусть спускает это дело. Ни в коем случае. Но просто появился человек, который знал, что делается, как делается. И начал, может быть, поэтому и использовали некоторые, знаете, как в политическом вопросе связанные люди. И использовали его информацию. Вот и все. Но все-таки, если говорить о России, вот те события, которые сейчас в спорте развиваются, можно вспомнить Олимпиаду 80-го года, потом Лос-Анджелес 84-го, это бойкот, неучастие и так далее. Можно ли провести аналогию вот с сегодняшним днем, то, что в спорте, в большом спорте наступило время Холодной войны тоже сегодня? Ну, а как же? Если в 80-м году там не было связано с допингом, там другие мотивы были. Каждый раз мотивы меняются. Сейчас очень выгодно было мотиву сделать это допингом. Понимаете? Ну, что вы хотите? Так что... Ну, вот то желание, то намерение отстранить Россию от Олимпийских игр, и чтобы, в общем-то, позволить этой стране участвовать в Олимпийских играх под нейтральным флагом, это все-таки блеф, вы считаете? То есть этого не будет? Я все-таки рассчитываю на разумность тех, кто принимает, будут принимать сегодня решения. Я так считаю, что, ну, нельзя лишить государства, значит, из-за допинга, участия в Олимпийских играх. Если у тебя есть конкретный, допустим, участник, конкретный, один-два, ты можешь им запретить это, но не команду, понимаете? Это было бы неразумно и неправильно, и это еще больше бы усугубилось бы взаимоотношение вот этих стран всех, которые вот таким образом лишают возможность, ну, в данном случае идет речь о России, могло бы речь идти о другой стране, это не обязательно Россия, но сейчас попалась Россия. Ну, я не думаю, что должны быть разумные люди, умные, грамотные люди. Нельзя же так, чтобы это так ни с того, ни с сего. Продолжая разговор о допинге, Латвия в этом смысле стала в центре, оказалась в центре информационной такой истории с Мельдонием, Мелдранатом. Как эта история развивается? Ну, вы знаете, мне немножко настроение подняло так с точки зрения юмора всего. Случайно там Шарапова там высказала, что значит, она принимала Мельдонию. Что такое Мельдония? Мельдония – это химический элемент общего препарата Мельдранат. И кто называет Мельдонию, тот очень глубоко ошибается. Это как основная часть. там не только Мельдония идет, там еще химические элементы идут. И в комплексе они составляют препарат, в данном случае Мельдранат. Что связано с Шарапой, это предельно ясная история. Почему? Потому что она согласилась выступать за Америку в Олимпийских играх по теннису. И за что получила очень оперативно в порядке получила гражданство. А потом она вдруг подписалась под российским документом, что она будет выступать за Россию. Конечно, это возмутило американцев, они тут на уши встали. Это была месть? Это была месть, это однозначно. И потом, вы знаете, Мельдранат, я еще раз буду доказывать, не потому что это мой препарат, ни в коем случае. Если бы Мельдранат принимали бы спортсмены, это ни в коем случае, если он мог пробежать 100 метровку за 11 минут максимум, то принимая Мельдранат, он никогда в жизни 100 метровку за 10 секунд не прибежит. Это однозначно. Потому что Мельдранат дает такое усилие сердечно-сосудистов укрепления мышц. Понимаете? И если бы некоторые спортсмены, как Желток, допустим, как в России двое умерли на площадке, принимали бы Мельдранат, они бы всего не жили бы, я вас уверяю. Не выдержал у них сердечный сосуд. То есть это все-таки препарат, который способствует и обеспечивает нормальную работу. И скажу вам больше того, представитель ВАДА, мы с ним связывались, он сказал, да, мы проверялись тщательно, у вас прекраснейший препарат, очень хороший. Ну, мы приняли решение, ну, может быть, когда-нибудь снимем список этого. Ну, это уже о чем-то говорит. Но это я ни в коем случае не оправдываю, я просто вам говорю, как оно есть. Ну, у вас информация о том, что это было политическое решение, оно из первых рук, эта информация? То, что это была игра вот между Шараповой, Америкой, Россией и так далее? Это можно было представить, это вот настолько это открыто и понятно. Ну, как бы вы поступили бы, если я к вам обратился и сказал бы, что я буду выступать за вас, а потом вдруг беру и, значит, выступаю за другую страну. Как бы вы восприняли бы это? Не так просто получить гражданство в Америке, вы знаете, это же очень сложно. И вдруг ей там за буквально за считанный месяц задают гражданство. Только из-за того, что она согласилась выступать за Америку. Это, может, субъективно мое мнение, но по-другому я не вижу смысла. Никак не вижу. Тем более, что я еще раз говорю, мне представители ВАДА однозначно заявили, у вас прекраснейший препарат, прекрасный, мы проверили от и до. Ну, кстати, как это отразилось на продажах мелдранат, на продажах этого препарата. В три раза увеличилась у меня реализация этого препарата. Это, немножко, может быть, это, конечно, звучит неэтично, я прошу извинений, конечно, но за такую рекламу я должен был заплатить огромные деньги. то есть, хотели сделать препараты запрещенным, то есть, создать такой определенный его опасный образ, а в итоге все получилось для бизнеса хорошо. Для бизнеса хорошо, почему? Потому, что в основном люди старшего поколения принимают эти препараты, они чувствуют сердечные боли и прочее, поэтому это не отразилось, но молодежь, как правило, меньше обращает внимание на какие-то лекарства, вы сами понимаете. Если говорить о хоккее, впереди чемпионата мира, с какими ожиданиями, кстати, к следующему чемпионату, он в апреле, в мае пройдет, через несколько месяцев, тем не менее, говорят о том, что хоккей в Латвии находится в кризисе, таком уже затяжном, вот как вы оцениваете ситуацию? А почему он находится в кризисе? Я в прошлом году уходил из федерации, у меня У-18 были в группе А мирового хоккея, У-20 было, в группе А мирового хоккея, у меня национальная сборная, 20 лет было в группе А мирового хоккея, все поражались, я когда приезжал на конгресс, всегда, постоянно, подходили ко мне люди и поражались, как вы, такая бедная, маленькая страна, Латвия, опережаете, такие огромные страны, как Франция, Германия, Дания, Норвегия, Белоруссия, Австрия, Казахстан, они то приходят в А-группу, потом вылетают, приходят, вылетают, а уже не говоря о этих юношеских и молодежных командах, вы понимаете, поэтому очень поражались, очень удивлялись, и поэтому у меня отношения были со всеми федерациями, это я вам однозначно говорю, со всеми федерациями мирового хоккея, прекраснейшие отношения, прекраснейшие, и поэтому я не думаю, что оно находится в каком-то кризисном положении, если дальше правильно будут работать, так как положено работать, ну, я думаю, что все может сохранить, у нас прекрасные ребята, прекрасные спортсмены, и если, допустим, так же команда Динамо наконец-то поймет, что она обязана готовить игроков для сборной, и молодежку, и взрослую, тогда будет совсем по-другому, ведь не надо забывать, что я был инициатор, чтобы у нас была команда, это Динамо потом назвали, но когда формировалось КХЛ, то я первый взялся за это дело, почему? Потому что у меня все игроки, как вы знаете, были разбросаны по всему миру, один играл в третьей лиге в Швеции, там второй играл во второй лиге, там еще где-то, и очень тяжело было тренеру, главному тренеру, за один месяц добиться одинакового результата всех игроков, понимаете, и то, если мы сравниваем, что было до команды Динамо, и в то время, когда ее не было, у нас результаты были гораздо лучше, почему, я вам сейчас объясню, потому что игрок психологически хотел где-то получить хорошую команду, и он стремился попасть на чемпионат мира, он отдавал все силы, энергии, чтобы знали о том, что на трибуне сидят, значит, которые выбирают агенты, которые выбирают игроков, чтобы перед ними показаться, как только образовалась команда эта, так меньше стало интересным, они получили хорошие зарплаты все, ну, сам понимаете, это психологически так делается, ну, и может быть, конечно, я понимаю, что многим это не понравится руководству Динамо, но я категорически, значит, недоволен их работой, во-первых, там никто далек от хоккея и не понимает и не вникает в это дело, очень далек, второе, что еще не значит результаты, это огромные деньги, которые платят, мне не жалко, пусть игроку платят хоть миллион, если он действительно показывает игру, ту, которая соответствует этому миллиону, понимаете, никаких вопросов нет, но Динамо, вот я начал с того, что я инициатор это дело, мое огромное желание было сплотить хотя бы процентов 80 постоянных игроков были бы в одной команде, чтобы тренер, главный тренер был команды, клубной этой команды МХЛ, и то же самое время сборной, у него перед глазами весь сезон находятся основные игроки сборной, понимаете, и он болеет за сборную, этот тренер, и поэтому он готовит для сборной игроков, а что сейчас получается, мне много раз тот же, значит, руководитель этого, Динамо, говорил ребятам, вы знаете, вы там не ломайтесь на Олимпиаде или там еще где-то на чемпионате, нам еще надо играть, доигрывать КХЛ, вы можете представить, так, внушать ребятам, это вообще у меня нет слов, этого я не называю фамилии, но я думаю, что из этой передачи поймет, кто это делал, и мне игроки приходили и говорили об этом, что мы, не дай бог, там траву не получили, что мы там не ломались, бог с ним, с этой игрой там на Олимпиаде, вот мы четыре раза были на Олимпиаде, можете представить, четыре раза, покажите мне из этих названных предыдущих богатых стран, у кого-то четыре раза подряд были на Олимпиаде, вы не найдете, у нас же было четыре раза, и им говорят, вы там на Олимпиаде не ломайтесь, вам еще надо после Олимпиады играть три, четыре или пять игр, чтобы... Мы об этом поговорим сразу после новостей и рекламы, Кира Флипман у нас в гостях сегодня, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, это программа «Разворот», в студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин, в гостях у нас предприниматель, бывший многолетний президент Латвийской Федерации хоккея, также владелец фармацевтической компании «Гриндекс», Кира Флипман, еще раз здравствуйте. Ну вот мы подошли к теме хоккея, и к теме олимпийского хоккея я хочу вот перекинуть мостик. Дело в том, что НХЛ отказался отпускать своих игроков на Олимпиаду, соответственно, уровень олимпийского хоккейного турнира он упадет. Вот какие у вас ожидания, насколько серьезно это отразится на уровне олимпийского турнира хоккея? Знаете, я, может быть, из своего примера хочу сказать, что я отработал 20 лет в Федерации хоккея. Мне не стыдно людям в глаза смотреть, не стыдно. Я, конечно, иногда сожалею, что я попал в хоккей. Почему? Потому что я профессиональный футболист, играл в футболь, играл в Ленинграде в то время, сейчас в Санкт-Петербурге. И хорошие данные были, но была очень тяжелейшая травма. У меня еще сегодня так и осталась нога одна тонча, другая толча. Но я профессиональный футболист был. И мне футбол был близок к сердцу всегда. Но получилось так, что в 90-х годах, в начале 90-х годов, тогда Виталинч был покойный, это сын Харриса Виталинча, ходил ко мне, все время просил материальную помощь. Я никогда ему не отказывал. И тут он однажды пришел и чуть не плакал. Говорит, мне так неудобно к вам приходить, ты все время даешь деньги. Ну, приди в хоккей. И полгода он ходил меня уговаривал. И уговорил наконец-то. Я пошел. Хотя надо было в футболе. Меня футбол тоже ждал, чтобы я буду в футболе возглавлять. Потому что я хочу вам один пример сказать, что когда я вернулся из Ленинграда, я пошел работать на ВЭФе, и я руководил футбольной командой ВЭФа. И впервые ВЭФ стал чемпионом Латвии. Впервые. Да, у меня был тренер Смирнов, Георгий, мой друг. И мы сделали команду. И сегодня еще все меня знают, понимают, и тот же Межецкий, мой друг, и все меня знают и на футбольной линии. В хоккее, но у меня характер такой, чтобы вы знали. Если я за что-то берусь, я не могу позволить его до конца не сделать. Я контролирую, смотрю, проверяю, и это для меня это болезненный вопрос. То есть вы перфекционист? Да. Я профессионал, я говорю, я поэтому и металлург поднял из-за своего характера. Поднял, когда мне премьер говорил, ты что, Киров, делаешь? Это бесполезно. Там же банкроты, там были немцы, там были исландцы, там мы уже решили продавать землю ее. Я говорю, я попробую и подниму. Это Лепойский металлург. Да, Лепойский металлург. Моя трагедия была, что у меня бандиты были, которые я не знал долгое время, что они бандиты, но когда стала прибыль большая, тогда они стали мне угрожать, чтобы я не показывал прибыль государству, чтобы не платить налоги. То есть угрожали именно физической расправлой? Угрожали физическим уничтожением. И вот я и вынужден был уйти и взять гриндекс. Второе, гриндекс, когда я пришел в гриндекс, было 10 миллионов оборота. Сегодня 140, вы можете себе представить, 140? Я это к чему говорю? Я хочу посвятить вас к такими вот вопросами, уже касающимися хоккея конкретно, что там не дают игроков. Если мы будем базироваться на тех игроков, которые уехали и которые получают достаточно большие привилегии в той же НХЛ, и на них рассчитывать, это хорошо, но надо готовить замену, надо серьезно работать внутри себя. Но есть же у нас базовая команда, и сейчас есть динамы. Я думаю, что если, и сегодня я думаю, что если серьезно взяться за это дело, на мой взгляд, на мой взгляд, как бы я поступил бы, ошибка ХХЛ состоит в одном, что Россия максимум может дать полноценных соперников, это 6-8 команды, не больше. А вот эти 30 команд или 20 с чем-то, с 8, они только портят это хоккей, вы понимаете? Мало того, что они хотят выглядеть как НХЛ, но так не может быть, там совсем другая схема, другая совсем, понимаете, как рабочее место там. Поэтому Россия сделала, на мой взгляд, я не хочу там никого обидеть, не дай бог, но на мой взгляд, грубейшую ошибку с созданием этого КХЛ. Надо было создать свою российскую команду, клубные команды, которые у них раньше были. Была Суперлига. Совершенно верно, и они прекрасно играли, и сборную, теперь сегодня создать сборную из числа КХЛ, это очень трудно. Это половину можно взять, да, половину, не более того. И поэтому очень сложные вопросы такие. И я думаю, что в этом и заключается главная ошибка. Желание скопировать НХЛ. Такого не может быть. НХЛ, не надо забывать, что уже сто лет скоро ей будет. Но ведь называют КХЛ второй по силе лигой в мире после НХЛ. КХЛ. Ну, то есть, есть НХЛ, есть КХЛ. Есть Европейская лига. Популярный такой достаточно штамп. Она популярна, почему? Потому что у них там 30 команд, 26 команд, я не знаю, 13, 14, 27 команд. Но это не значит по количеству команд, что это сильнее, чем НХЛ. Ни в коем случае. То есть, много не значит хорошо. Ну, не значит. Вот если вернуться к Олимпийскому турниру, вот продолжая этот разговор, я как раз начался. Да, будет ослаблено, ослаблено, да. Как это отразится? Отразится. Как это повлияет вообще на престижи, на популярность? Отразится, я вам скажу. Это коснется не только России. Не только. Это коснется и шведов, в первую очередь, и финнов, в первую очередь, и многих других команд. Даже у Германии сегодня 8 человек играет в НХЛ. Поймите меня правильно. Почему сделали отборочный турнир вдруг ни с того, ни с сего. Всегда было в феврале, и вдруг ни с того, ни с сего организовали в сентябре. Потому что все, ну, август-сентябрь. Потому что все у Германии НХЛовцы были дома. Вот и все. И вот эта болезнь вот эта НХЛовская все время оттуда смотреть игроков и ждать, когда те приедут. Это немножко так. На ваш взгляд, не превратится ли Олимпийский хоккейный турнир в аналог Олимпийского футбольного турнира? Ну, как известно, есть чемпионат мира, есть Олимпийский футбольный турнир. И, в общем-то, Олимпийский футбольный турнир не воспринимается многими серьезными. Такое может случиться. Может случиться. Вполне. Вполне. Вот сейчас, если НХЛовцам не дадут, конечно, ослаблены. И Россия ослабленной будет. Оно и показало. Вот в последней игре вы видели, она даже проиграла. Кому она проиграла? Финнам проиграла. Но Финна достаточно сильная команда. То есть, они вылетели. Ну, у них тоже НХЛовцы есть. Они играли без НХЛовцев. Видите? Без НХЛовцев. тем не менее, у них есть состав. А если бы они еще взяли бы НХЛовцев, то, наверное, еще сильнее были бы. То же самое со шведами. Так что, я ни в коем случае не хочу, знаете, кого-то ущемлять, кому-то там эту претензию. Это мое субъективное видение. Если бы я не был 20 лет в хоккее, может быть, тогда я и не понимал бы, о чем речь идет. Но в 20 лет у меня, наверное, есть право анализировать свое личное, правильно? Может, кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Но это мое сугубо личное мнение. Не надо, зная о том, что НХЛ может в любой момент принять то или иное решение. Вот как Международная Федерация договорится с ними, так договорится. Придет новый человек, Международная Федерация не сможет договориться, как вот они сейчас не договорились. Понимаете? Поэтому, конечно, надо усиленно смотреть на своих игроков. У нас насколько велика скамейка запасных, насколько велик потенциал латвийских хоккеистов на данный момент? То есть, у нас есть базовые имена, которые мы все знаем, но вот эта скамейка, она насколько велика? Скажем, потенциал еще молодежи и так далее. Если все правильно делать, потенциал у нас есть. У нас достаточно игроков, которые играют за рубежом и неплохо играют, и, допустим, в том же КХЛ, и в Торпеды играет, и в Динамо Москва играет, и в других командах есть у нас, и в Швейцарии у нас играет, и в Ротари, и прочее. Так что, где-то, где-то процентов 40 мы еще можем добавить к тем игрокам, которые имеются сегодня здесь. Но я уже сказал, что мы-то рассчитывали на базовую команду Динамо, но она не является базовым, поверьте мне. Ну вот, что произошло, когда был этот перелом? Потому что при Шуплере в начале выступления Динамо в КХЛ доходили до четвертьфинала, демонстрировали хорошую игру, в общем, высоко ценились, а потом как будто что-то поменялось, уходит Шуплер, и, в общем, все пошло на спад. Где была вот эта линия разлома? Почему? Вы знаете, вот я лично всегда очень благодарен спортсменам, потому что я сам бывший спортсмен и знаю, что такое в спорте быть с утра до вечера, тренировки, игры, переезды и семьи. Но вы понимаете, когда подходит определенный возраст, особенно в наш период, раньше об этом мало думали, в наш период, уже каждый игрок думает, как у него там бизнесы будут, а где у него там. И вы посмотрите, у ведущих игроков у всех почти есть бизнес. У него один там торгует чем-то, второй там что-то еще делает, и у всех есть бизнес. И у них, конечно, в голове всегда, как там бизнес у меня идет, как там это. Это очень сложно, дорогие мои, очень сложно. Я не упрекаю ни в коем случае, но это период жизни такой, понимаете, раньше об этом, может, не думали, а сейчас это очень влияет на психику игрока. Поверьте мне, очень влияет. Но что делать? Им надо думать о будущем. Я согласен, я очень недоволен, когда, допустим, игрок любого класса, он там не учится, у него там образование, даже школу не кончил, но это же когда-нибудь скажется. поэтому хорошо, если там бизнес у тебя есть, значит, ты будешь продолжать после окончания хоккея, надо понимать людей. Это влияет на результат? Влияет, безусловно. Это проблема ведь не только для Латвии. Как бы там ни говорили бы, влияет. Проблема не только для Латвии, это проблема вообще для мирового хоккея. Вообще, конечно, естественно, да, естественно. А как решать эту проблему, на ваш взгляд, как быть? То есть, вопрос каких-то социальных гарантий после того, как спортсмен выходит, заканчивает карьеру? Ну, вы знаете, очень трудно однозначно сказать это. Понимаете, вот я это говорю, у меня, ко мне обращались игроки, именно из Динамо, и все будущие игроками, ведущими, уже обращались, как там бизнес, может, что-нибудь нам предложить, там, это уже говорило о том, что они думают. Это хорошо, я это положительно отношусь, тем ребятам, которые думают о будущем, что они будут делать после этого. Ну, к сожалению, это надо брать во внимание. Время другое уже. Кстати, вот появилась информация о том, что вас собираются включить в зал славы хоккея, то есть, соответствует действительность? Вы знаете, я вам скажу, я не из тех людей, которые там лелеют славой, или с чем-то таким, особым, понимаете, я еще раз вам говорю, для меня главное видеть результат своей работы, вот это для меня. Мне никогда, я больше того вам скажу, у меня, значит, единственный родственник, который был у меня во всей жизни близкий, это мама. У меня нет родственников, которые меня тянули, знаете, как бывает, там он директор, вот он племянника там тащит, или там сына там по блату. Все, что я добивался в жизни, я добился сам, своим, своим мозгами, своей энергией, и своим трудом, и своим постоянным учебой, я бы хотел сказать так. И никто не может меня упрекнуть, что я кто-то мне там подарил, и что-то мне сделал там. Никто не может упрекнуть меня. И поэтому я вам сейчас покажу одну вещь, специальную, чтобы вы не задали мне, не задавали мне такой вопрос, это правда или неправда. Знаете, я хотел бы сказать, что к сожалению, к сожалению, жизнь такова, что очень много, особенно это маленьких наций, психология, не Латвии, ни в коем случае. Латвии в том числе, я бы сказал, друг друга знают в стране, знают, кто чем владеет, кто чем может, и поэтому появляется зависть, почему-то у него есть, а у меня нету, как это так, вот я должен, вот я вам покажу, это последнее известие из Международной Федерации, вот, АЧФ, вот видите, вот это вот, да, это зал славы 2018, совершенно верно, и вот тут есть все фотографии, которые входят, вот одна фотография, вот вторая фотография, вот третья, вот четвертая, вот пятая, шестая, седьмая, и вот моя фотография. Да, действительно. Кому мне надо что доказывать? Нет, никому не нужно ничего доказывать, я, кстати, нашим радиослушателям, которые не видят, а слышат, могу подтвердить, что действительно фотография Кирова Липмана в качестве кандидата на включение в зал славы, международный зал славы хоккей. Здесь все, моя биография короткая, именно в хоккее, и вот тут написано в конце, что я являюсь. Факт запечатлен, и сейчас... Да, чтобы вопросов не было, подумать, что я там выдумываю, что это... Но я еще раз хочу сказать, не это для меня главное, мне главное чешское отношение, это для меня святое, понимаете, я люблю людей, и это моя, наверное, трагедия, я очень доверчив к людям. Давайте примем звонок, у нас раскалывается телефонная линия, Кира Флипман у нас в гостях сегодня, надевайте наушники, выслушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, слушаем вас. Вас меня слышно, да? Да, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Вы знаете, действительно, вот следим за спортом в стране, знаем, кто такой Кира Флипман. Ну, молодец, я могу сказать. У меня сын не хоккеист, но тоже в профессиональном спорте. Вот если бы не такие люди, ничего бы в хоккее не было. Не ошибается тот, кто ничего не делает. И всегда можно найти минусы в любом человеке. Но когда ты что-то делаешь, и показателем этому является включение в зал славы, я могу только искренне по-белому позавидовать. Вы молодец большой, и это вам за счет. Спасибо. Удачи. Спасибо вам за звонок. Еще звонок сразу примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Слушаем вас. Я тоже, наверное, вас похвалю, но не буду терять время в эфире. Господин Киров, вот, ну, не знаю, может быть, некорректный вопрос как-то будет. А вот вы своими возможностями, я понимаю, это ваши деньги, а вы не могли бы, у нас вот государство не очень богатое, может быть, богатое, но до спорта нам далеко, да? Вы не могли бы как-то вот своим, может быть, не бизнесом, а своими ресурсами вот правда сделать команду от молодежной, от юношеской, да, довести ее до какого-то конца, до Динамо-Риги, или, ну, до сборной, до всего, да? И вот, ну, раз вы в славу, вот так вот вы точно зайдете, я думаю, в нашу латвийскую историю, спортивную историю. Спасибо вам. Я вам могу сказать, что я сегодня спонсирую, и немало спонсирую, я могу вам перечислить очень много организаций, и оперный театр, и русский драмтеатр, и школы, и детям я помогаю всем, и я могу перечислить очень много организаций, которым я помогаю, которые ко мне обращаются. И 20 лет я помогал, если бы не я, а мои деньги, которые я давал для хоккея, я думаю, что навряд ли выжили бы. Я вам скажу, больше того, мне смешно, иногда становится, становилось, когда ко мне обратился, значит, бывший, бывший премьер-министр, Калвит из Айгар, и говорит, ну что, ты же там не давал, это же Гриндекс давал. Это, представляете, премьер-министр говорит такие глупые вещи, а чей это Гриндекс? Это что, дядя Степел Гриндекс? Это Гриндекс. Ну, вы можете представить, даже спасибо мне не сказал. Мне что, не обидно это? Ну, вообще, вот, давайте еще звонок примем, у нас еще на линии радиослушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Я присоединяюсь ко всем радиослушателям, к добрым словам, но мне кажется, перелом, у нас разрыв в хоккее был, а именно Динамо Рига и за сборной, это когда, конечно, ушел Знарок. Вот мне так кажется, что это была великая ошибка. Спасибо. Спасибо. Знарок ушел из сборной. А я хочу сказать, что я Знарка еле-еле уговорил, чтобы он согласился тренировать Динамо с таким расчетом, чтобы тренировать сборную. Он обратился к Динамо, ему сказали, нет, идите, вы нам не нужны, пошлите к черту. Вот как было дело. Ну, он ушел в другой Динамо. И он ушел в Динамо Москва, да, его взяли там. Еще звонок давайте примем по Дону из эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Да, слушаем вас. Ну, у нас такое дело, у меня ребенок хоккеем занимается в детстве. Да, как вас поменяли, так вы знаете, сейчас вели за переходы, за все, с детей деньги драть. Вы знаете об этом вообще, слышали, нет? Да, я в ужасе, вы понимаете, я в ужасе, чтобы такие деньги за переходы. Я вообще знал клубы, которые бедные, и вообще не брал у них деньги, чтобы вы знали. Не брал вообще деньги. Да, да, сейчас это просто. Родители платят за все, просто за все. И плюс еще, без клуба в клуб перейти, переезжают, не переезжают. Представляете себе, какие ситуации сейчас. Ну, вы сами виноваты. Вы смотрите на это и позволяете вот этим людям, которые проходимцы, которые вообще, я бы сказал, им надо в другом месте сидеть, а не быть в федерации, там, генеральным секретарем еще там возглавлять. И так вы, неужели вы не могли бы там поднять шум и выгнать этих проходимцев? Ну, я не знаю, как родители могут... Ну, кого-то вот и не знаете. Почему-то вы не знаете. Революция в 17-м году узнали, как делать. Я просто спонсором федерации выступаю. Вот и все. А, ну, ясно. А что делать? Ребенка же надо как-то... И все вот... Должно быть руководство федерации нормальным, понимаете? Которое идет навстречу людям. Понимаю, но я его ставил мне снимать, как говорится, правильно? Но у вас есть коллектив. Я говорю, что на вас поперут, что будет хуже намного. У вас есть коллектив. Мне хуже уже быть не может. Такие люди, я знаю, кто там сидит, сидят в этом федерации. Они просто сидят и деньги собираются. Вот так, да, да, совершенно верно. Спасибо вам за звонок. Ну, такой вот эмоциональный комментарий. Но у нас время, к сожалению, подходит к концу. Ну, вот есть такой традиционный русский вопрос. Традиционный русский вопрос, кто виноват и что делать? Вот если так в двух словах, кто виноват и что делать? Как же вы считаете? В хоккее. Я считаю, что если мы не хотим потерять хоккей, а хотим развиваться дальше, надо грамотно подходить к тем людям, которые руководят этим. Хоккеем. Надо грамотно подходить. кадры решают все. Совершенно верно. Я бы даже больше того сказал бы, и я готов проявить инициативу максимальную, чтобы изменить вот сегодняшнюю ситуацию в Динамо. Потому что там люди мало думают о развитии хоккея в Латвии, готовить игроков. Вы посмотрите, МХЛ, юноши, которым надо очень серьезно заниматься, очень серьезно. Они тоже на последнем месте. Ну, как это можно до такого добиться? У нас хорошие, перспективные ребята. Я со многими родителями разговариваю. Я посмотрел в свое время, ребята прекрасные, прекрасные ребята. Из них вырастут хорошие хоккеисты, если правильно все поступать. Ну, что ж, на этом мы сегодня закончим программу «Разворот», но к этой теме мы еще обязательно вернемся. Киров Липман, предприниматель, президент, владелец фармацевтической компании «Гриндекс», многолетний президент Латвийской Федерации Хоккея, был гостем программы «Разворот сегодня». Эфир провел Вадим Родионов. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам.